Добрый вечер! В эфире телеканала Астана программа «Статус Кво» и мы ее ведущие Динара Саджан и Оксана Петерс. Сегодня у нас в гостях первый президент Республики Калмыкия, президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюнжинов. Добрый вечер, Кирсан Николаевич! Мы очень рады вас видеть. Кирсан Николаевич, первый вопрос, который я хочу вам задать, мне кажется, наверное, каждая программа с вашим участием начинается именно с этого вопроса. Правда, что вы видели инопланетян? Действительно, в конце сентября 1997 года имел счастье встретиться с неопознанным летающим объектом. Человек, который побывал на другой планете, расскажите нам, как они вообще выглядят? То есть они вот такие же, как нам обычно, у нас же есть такой стереотип, что они ходят в каких-то скафандрах зеленого цвета. Почему-то первый раз, когда BBC спрашивали, они почему-то спросили, они зелененькие? Я говорю, нет, не зелененькие, они желтые. Ну, нормально смотрятся, как мы. То есть нормальная ситуация была, я бы сказал, в рабочем штатном режиме была встреча, было общение. И вот я снова здесь, на земле вместе с вами. Мне нравилось слово «в рабочем режиме». То есть ощущение, что вы как будто бы знали, что когда-то у вас такая встреча произойдет. Первый раз в детстве, еще в Калмыкии, в Листе, когда мы в футбол играли, в детстве тогда в первом или во втором классе учился. У нас человек 20-30, наверное, детей было. Мы на окраине Листы играли в футбол, и потом вдруг тихо стало, там собаки вокруг бегали, они все затихли, прижали уши, начали прижиматься к земле. И потом все подняли голову, и над нами зависла тарелка. Ну, практически тогда полгорода видела. Второй раз, когда я служил в армии в Северо-Кавказском военном округе. Ну, и третий случай, когда в Москве, в Староконечном переулке, практически в центре Москвы. Ну, если честно, я вам верю, потому что я сама в поселке Женарка, в Карагандинской области, где я росла, вот я тоже с бабушкой, тоже где-то в середине 90-х видела две тарелки. Они, на самом деле, когда мне говорят о том, что видели НЛО, я верю. В Соединенных Штатах Америки такая авторитетная организация, как НАСА, они в среднем в год фиксируют около 4 тысяч контактов с НЛО, с инопланетянами. И нормально, даже в Организации Объединенных Наций или в правительстве Великобритании уже создан специальный отдел и выделена отдельная должность посол по связям с неземными цивилизациями. Уже нормально выделяются деньги, работают. И у нас в Советском Союзе тоже очень активно работали в этом направлении. Поэтому, когда у меня контакт случился, я в 97-м году осенью проинформировал первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Он как-то спокойно отреагировал. Нормально, нормально, ну работай дальше. Вот а каким образом происходил контакт? Вот вы увидели, да, а что было дальше? Если брать последнюю встречу. Обоюдное желание. Я находился у себя в квартире. Наверное, я бы подумал, что это сон был, но были три свидетеля. Это мой водитель, друг однополчанин, с кем я служил. И мой помощник, Василий Васильевич Гавердовский, вот вечером в 11 часов, как раз это на моей квартире, в моей квартире произошло. Вот они как бы оказались рядом, попросили пройти в их космический корабль. Страшно было? И вы прошли, да? Ну, нормально. Я задал вопрос им, а почему вы не общаетесь с нами, почему вы выбираете. Вы знаете, что официально уже опубликованы мемуары помощника президента Соединенных Штатов Эйзенхауру, где фиксируются четыре, кажется, встречи у него были с представителями земной цивилизации. Я у них спросил, а почему вы как бы не выходите по каналам CNN, BBC или вашего канала, Астана, почему вы не скажете, что мы здесь. Но мне сказали, пока еще уровень цивилизации не дорос до определенного уровня. Вы еще находитесь в таком зачаточном, но в таком младенческом возрасте. А что у вас спросили? Да ничего, просто я больше их спрашивал, чем мне просто интересно. Было само пребывание, общение с ними. То есть вы были в тарелке и куда-то прилетели, да? Ну, там я как бы находился. По времени это продолжалось с 11 вечера до 12 дня, следующего дня. Потому что в это время я как бы физически отсутствовал у себя в квартире. Об этом как бы зафиксировали мой водитель, министр и помощник. Ну и потом как бы снова материализовался. И когда спросили, я сказал, что был как бы вот в каком-то пространстве. Но я видел корабль внутри находился. Видел приборы. Видел этот зал. Удивительно, знаете, что, Кирсан Николаевич, что вы... Если бы это был обычный человек, который сказал бы, я вот видел НЛО, это одно, да? А когда говорит президент, политика, когда говорит, это совершенно по-другому воспринимается. Вот вы думали над тем, что стоит ли вообще эту информацию? Ну, конечно. Вы прямо совершенно правы. Вот когда я оказался уже как бы на земле, я думал, говорить или не говорить об этом. И как политик, все-таки я был президентом республики Калмыкия. За мной народ, который избрал меня президентом республики. Президент Международной Шагфедерации. 175 стран мира, миллионы шахматистов. И я понимал, что если я скажу, что видел этих гуманоидов, то просто скажут сумасшедшие. Его надо в психиатрическую больницу, в Москве есть как раз Кащенко, да, отвезти туда, как он может управлять людьми, да, играть в шахматы и так далее. Конечно, не то, что страх был, а вот такая вот неопределенность, говорить или не говорить об этом. И все-таки вот я подумал, проанализировал ситуацию. Для себя я решил, что кто-то должен об этом сказать, что мы не одни на этой земле разумной, что мы не одни в этой вселенной. Кирсан Николаевич, вы знаете, вы вообще удивительный человек для меня, потому что я знаю, что вы к нам прилетели, буквально спустились в гору, потому что вы встречались с Далай-Ламой, да, в Гималаях, по-моему, да? Да, с его святейшества Далай-Ламой. В 14-м в Дарамсале, в Гималаях, это на севере Индии. Вот вы буквально оттуда прилетели к нам в Казахстан сейчас. Да, да. И как прошла встреча? Ну, интересная встреча. Мы просто с ним недавно встречались на прошлой неделе в Чикаго на саммите лауреата в Нобелевской премии мира. Его святейшество является также, кроме того, что он духовный лидер буддистов всего мира, но он является и, как известно, борец за мир. Он получил Нобелевскую премию мира. И в Чикаго как раз он пригласил меня посетить его личную резиденцию в Гараке, в Рамсале. Я неоднократно там был, и для меня было приятно получить приглашение. Там недавно Ричард Гиррут, известный голливудский актер-буддист, был. Тоже был у него в гостях, да? Да, Шерон Стоун, Стивен Сигал. А что можно делать у Далай-Ламы в гостях? Что вы делали? Медитировали. Сидели медитировали. С утра до вечера. Нет, ну просто мы говорили о возможности приезда его в Калмыкию, потому что я построил самый большой буддистский храм в Европе. И мы обсуждали возможности визита его святейшества к нам в республику, чтобы он осветил этот самый большой буддистский храм в Европе. Это мы обсуждали. Также мы обсуждали вопросы следующего саммита лауреата в Нобелевской премии мира. И просто говорили о душе, о добре и зле. Наверняка, когда встречаешься с такими уникальными людьми, которых, мне кажется, на миллиарды буквально единицы. Ну да, Далай-Лама, он не просто Далай-Лама XIV, он живое воплощение Будды Авелакатышвары. То есть увидеть его... Можно по-русски теперь? Что это значит? Ну вот был Будда, а потом реаркарнация совершается, и на земле физически оболочки, в теле находят. Он реаркарнация. А что вы для себя взяли именно с последней вашей крайней встречи, которая произошла недавно? Чему вы научились? Мне кажется, каждая встреча с его святейшеством, ты как бы окунаешься в эту ауру спокойствия, сострадания, добра и любви. И вот у нас же мир такой, бегаешь, бегаешь, чего-то нужно достичь, чего-то купить, что-то там еще, что-то сделать. И постоянно мы в такой беготне находимся, что-то приобретаем, вещи там, одно что-то купили, не понравилось, другое. А его святейше Далай-Лама учит, что в жизни нельзя ни к чему привыкать, даже к своему физическому телу. Сколько бы мы ни прожили 50, 60, 100, 150 лет, все равно придется уйти из этой физической оболочки. И в другую ипостась перейти. И поэтому нельзя привыкать ни к машинам, ни к красивым вещам, потому что все приходящее и уходящее. И когда начинаешь думать, что все как бы течет, и все изменяется, и что ты ненадолго в своем физическом теле, то проще и легче относишься к некоторым проблемам или невзгодам, которые встречаются на твоем жизненном пути. И поэтому каждая встреча, она заряжает тебя позитивной жизненной энергией. Кирсан Николаевич, как часто вы бываете в Казахстане, и чем вы в основном заняты здесь? Ну, в последнее время часто, после нашей прошлогодней встречи с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, президентом Казахстана, мы обсуждали вопросы развития шахмат в стране. И Нурсултан Абишевич поддержал все предложения, которые я озвучил. Это программа шахматы в школах, Честин Скул, чтобы с 1 сентября дети на факультативной основе обучались шахматами. Проведение крупнейших международных шахматных турниров, подготовка тренеров, строительство международной шахматной академии. И вот Нурсултан Абишевич дал поручение. И сейчас все эти поручения, или ту программу, которую мы вместе обсудили, она выполняется. Хочу объявить, что 4 июля в Астане вместе с Нурсултаном Абишевичем мы откроем чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу 200 сильнейших шахматистов из многих-многих стран мира. Матч века. Сборная мира сыграет против сборной Казахстана девочки до 14 лет. Потому что ваши шахматистки сейчас достигают от 8 до 14 лет. очень хороших таких результатов. И вот сборная мира приедет сразиться с девочками Казахстана. И определим, кто умнее. Женщины Казахстана или сборной мира. Вы в 15 лет возглавили взрослую сборную Калмыкии по шахматам. Вот интересно узнать, кто вас научил играть в шахматы и сколько вам тогда было лет? Мне было 5 лет. Я в садик не ходил. Дедушка работал почтальоном. Я бегал по улицам. Хватит бегать, давай играть в шахматы. Сначала в шашки, в шахматы. Но через месяц я уже обыгрывал. Неинтересно было играть. Потом еще через месяц я стал чемпионом улицы среди взрослых. И приз, который первый я выиграл в 5 лет, это ящик пива. В 15 лет я стал чемпионом Калмыкии среди взрослых. Возглавил сборную. И считаю, что шахматы помогли мне очень сильно в моей карьере и в моей жизни. В Калмыкии я знаю, что вы ввели уже. По-моему, с первого класса шахматы идут как обязательный предмет. В 1993 году, когда я первый раз избрался президентом Калмыкии, один из первых указов, который я подписал, это программа шахматы в школах. Сейчас 100% детей в Калмыкии играют в шахматы. Успеваемость детей резко повысилась. Дисциплина в школах тоже резко улучшилась. И последние несколько лет среди 83 регионов Российской Федерации там Санкт-Петербург, Москва, Ростов, Калмыкия успеваемость калмыцких школьников она на первом месте. То есть мы занимаем ведущее место. А вы играли в шахматы с нашим президентом? Нет, я не играл. А вот касательно шахматисток, девочек или женщин есть же такая шутка, что женщина никогда не сможет наравне играть с мужчинами в шахматы, потому что она не сможет несколько часов подряд за шахматной доской просидеть молча. Многие играют с мужчинами наравне. Сестры Полгород, Юдит Полгород, например, она неоднократно выигрывала 13 чемпионов мира Гарри Кимовича Каспарова. Ну, действительно, некоторые думают, что женщины почему-то слабее играют в шахматы. Но мне кажется, мозг у нас же один, и IQ тоже можно определять по шахматам. И я думаю, посмотрим, когда сборная мира сыграет против сборной. Вы играли с женщинами в шахматы? Ну, конечно, неоднократно. Нона Терентьевна Гамбриндашвили, пятикратная чемпионка мира. Кстати, она тоже приедет, она будет представителем ФИДЭ на чемпионате, который пройдет здесь, в Астане. Мы с ней играли в шахматы. Она у вас выиграла? Она очень сильно играет. Я помню, когда давно я с ней играл, она там сразу меня обыграла. А что можете сказать про нашу сборную Казахстана? Какие вы надежды возлагаете? Сейчас дети очень сильно играют. И вот недавно закончился чемпионат мира среди школьников в Румынии. И второе место, впервые второе место, серебро заняли школьники из Казахстана. На первом месте Россия опередили многие ведущие страны. Вот мне интересно, с кем из нынешних политиков, может быть, из нынешних звезд вам бы хотелось сыграть в шахматы? Ну, я играл со многими. Так вот, Иоанн Павел II, папа римский. Вы с ним играли, да? Да, покойный, да? Ну, сейчас Бенедикт XVI, а вот перед этими Иоанн Павел II, он не просто любил играть в шахматы, он еще был мастер спорта Фиде. Когда он в Кракове был ксензом, служил там, то газета «Краковская правда» публиковала шахматные задачи, этюды, композиции, составленные ксензом Вайтеллой. Его святейшество Далай-Лама играет. Недавно играл с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, президентом Советского Союза. Ну, он как бы любитель, в ничью сыграли. С известным политиком России, Владимир Жириновский тоже сильно играет. Он очень, мне кажется, такой эмоциональный мужчина. Ну, это шахматы сразу. Он, кстати, поддержал сразу, когда я встретился. Он письмо написал, как лидер ЛДПР, министру образования России, чтобы шахматы обязательно ввели в школьную программу. В прошлом году, 12 июня, с покойным полковником Амаром Каддафи, лидером Ливийской джемахарии, мы играли в шахматы. Многие играют. Президент Сирии также играет, Башар Асад. Играли в Нью-Йорке, в его квартире с Генри Киссинджером, лауреатом Нобелевской премии, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки, Стивен Сигл, известный голливудский актер, Ричард Гир. Вы сами затронули эту тему. Я помню, что в прошлом году, примерно в такое же время, в лето, по-моему, прошлого года, когда весь мир искал Маамара Каддафи, у вас произошла с ним встреча в Ливии. Интересно, каким образом эта встреча произошла. Вы с ним дружили до этого? Да, мы с ним общались с 2001 года. Я дружу с его сыном, Мухаммедом Каддафи. Он являлся президентом Национального олимпийского комитета, президентом шахматной федерации. В 2004 году мы провели чемпионат мира по шахматам в Триполи, где принимал участие Маамар Каддафи, и затем несколько крупных международных турниров. Он как раз поддерживал шахматы, в школах также преподавались шахматы. И по приглашению Ливийской шахматной федерации в июне прошлого года я был там. И когда я находился на встрече, раздался телефон и звонок, как раз позвонил Мухаммед, сказал, что папа хотел бы с тобой встретиться. И прямо в здании Национального олимпийского комитета действительно весь мир искал. Он меня на улице встретил, обнял, мы поднялись на второй этаж. То есть не где-то в подвале, там тогда газеты писали, что он погиб, что он раненый, что он больной, что он шизофреник, и так далее. И мы просто сидели, разговаривали, как с вами пили чай, все. И он так обратил внимание, я смотрел, смотрю, в углу там стояла шахматная доска. И вот так невольно как-то смотрел, и он раз тоже, Свет, за моим взглядом, о, говорит, шахматы, говорит, давай сыграем шахматы. И встал, тот же поднес шахматы. И мы начали играть, вот сыграли партию эту. И потом по всем телеканалам показывали. И как раз весь мир увидел, что Мамар Каддафи нормально, что у него все нормально, что он адекватно готов вести переговоры. И тогда через меня он передал послание всем руководителям стран НАТО, что нужно прекратить бомбардировки, что нужно начать мирный процесс. И вот он готов был тогда провести парламентские выборы, президентские выборы. Но тогда Саркази и вот руководители НАТО решили физически его уничтожить. Почему мы сейчас знаем? Потому что он дал деньги на выборы, на прошлые президентские выборы господина Саркази. Профессионализм в шахматах вам как-то помог в правлении? Ведь шахматы – это игра. А быть президентом – это совершенно не игра. Хотя там и там есть большая стратегия. Правильно? Ну, мой принцип – это first thing after that move. Сначала подумай, потом сделай ход движения. И для политиков в 1993 году, когда я стал президентом, ну, до этого, когда был депутат Верховного СССР, РСФСР, всегда я говорил, что любой политик должен уметь играть в шахматы. Почему? Потому что шахматы учат просчитывать ходы. Если ты на один ход вперед думаешь, на два хода, ты будешь проигрывать. Ты должен на 3-4, чтобы одолеть соперника. И также любой министр или президент, депутат, парламент, мэр, руководитель, прежде чем подписать указ или распоряжение, ты сначала должен подумать, а что произойдет через день, через два, через год. То есть ты должен научиться анализировать ситуацию и вперед предугадывать события. И как раз шахматы они развивают и левое, и правое полушарие. Наверное, не случайно, но такой один из величайших государственных деятелей, как Уинсон Черчилль, премьер-министр Великобритании, когда он приглашал на работу к себе в правительство, он спрашивал, играешь в шахматы или нет. Вы тоже так принимали к себе на работу людей? У меня все депутаты парламента, все министры, все мэры играли в шахматы. Их дети играют в шахматы и внуки. Но вам помогло, да, то, что вот когда вы стали президентом, вы тоже как-то продумали сразу, да, стратегию. Сколько лет вы, кстати, руководили Калмыкией? В 17,5 лет. В 17,5 лет. Это же вообще, это же очень большой такой период времени. То есть вам удалось в 93-м году предугадать, что будет там в течение 17 лет? Конечно, я вот угадывал тут, потому что ситуация сложная была, все-таки Калмыкия на Северном Кавказе, война там рядом на Горный Карабах, да, Армения, Азербайджан, Ингушетия, Северно-Сетия, в Чечне генерал Дудаев, ну, много терактов и так далее. И вот, находясь в этом котле, а в Калмыкии нет ни одной воинской части, даже ОМОНовцев не было, у нас граница с Дагестаном 250 километров, и как в этой ситуации удержать, как бы, ну, спокойную ситуацию. С другой стороны, перестройка, да, сложно, там, по полгода не выплачивалась зарплата, пенсии тоже, как удержать, чтобы не было социального взрыва. И вот пришлось, подумал, наверное, самый дешевый вид спортшахматы, буддизм, спокойствие. Вот так вот продумывал, создавал совет старейшин, создал из представителей разных национальностей. И за все эти годы, за 17 лет, так как мы находились на Кавказе, ни одного террористического акта не было совершено на территории Кавказа. Хотя рядом в Ростовской области, Ставропольском крае поезда под откос пускали, в Москве дома взрывали. Вокруг все взрывалось, у нас не было ни одного солдата, ни одного ОМОНовца, ситуация была спокойна, и республика динамично развивалась. Но вы сейчас живете в Калмыкии? Нет, не в Калмыкии. А где вы живете? В самолете. В самолете? В Калмыкии? Нет, нет, нет. Вы улетаете на... Я в прошлом году посетил где-то более 100 стран. В этом году тоже. Но сейчас даже за этой неделе Днепропетровск, затем Соединенные Штаты Америки, затем Сирия. Ну, дом где? Классизатор в Словении. Дом где ваш дом? Дом где? Куда вы возвращаетесь? В самолете. В самолете? Ну, не в самолете, в воздухе, я бы даже так сказать. Кирсан Николаевич, а семья ваша? Семья она в Калмыкии находится. В Калмыкии, да? Но вы же все равно летаете, летаете, но потом уже куда-то возвращаетесь. Ну, как-то вот давно еще сын посмотрел телевизор, по телевизору видел меня, спросил, «Мам, где ты себе такого мужа нашла?» Кирсан Николаевич, вы в 2010 году, я вот читала, 6 сентября, по-моему, если не ошибаюсь, заявили, что больше не собираетесь претендовать на пост главы республики Калмыкия, да? Вот почему вы приняли такое большое политическое серьезное решение? Ну, потому что 17 лет, с одной стороны, а с другой стороны, появилось очень много интересных международных проектов по линии Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, мы сейчас соглашение подписываем с ними, в бизнес-проекты, и поэтому как бы все время находиться на одном месте, это тяжело, и поэтому я попросил руководства Российской Федерации и депутатам народного хорала, парламента, что я хотел бы заняться другими проектами. Интересно, когда смотришь на вас по телевизору, именно по российским телеканалам, вас представляют так, вот первый и последний, да, президент Республики Калмыкия, президент Международной Шахматной Федерации, и говорят еще миллионер, или миллиардер, или вот современным словом олигарх. Это правда? Вы действительно настолько богаты? Я был первым, в 90-м году, насколько 26 лет было, я стал первым официальным, это, долларовым миллионером в Советском Союзе, я купил бриллиантовую корону Гарри Каспарова. В 90-м году в Лионе, помните, он во Франции выиграл матч у Анатолия Карпова, вместе с миллионами получил эту бриллиантовую корону, 1118 бриллиантов, и вот тогда еще Советский Союз был, это был январь 91-го года, я у него купил официально эту корону, заплатил налоги, и там налоги оплатил десятки тысяч долларов, я был членом Коммунистической партии Советского Союза, у меня было около 50 компаний, банков. То есть вы летаете на собственном самолете сейчас получается, вот вы говорите, живете в самолете, это ваш личный самолет? Был вот, собственно самолет, я его продал, фольк, он сейчас другой самолет покупаем, а тот самолет мне нужно было срочно наличные закончить вот этот первый буддийский, самый большой буддийский храм в Калмыкии, который построил на свои деньги. Кстати, в Калмыкии в 93-м году не было ни одного буддийского храма, ни одной православной церкви, ни одной мечети. И вот за 15 лет вот я на свои деньги построил около 46 буддийских храмов, десятки православных церквей, мечеть, это все как бы построил, подарил на свои деньги. И вот я как бы продал самолет, А как вы зарабатываете? Вот сейчас, например. А сейчас вот участвую во многих бизнес-проектах. Например, во Вьетнаме мы создаем телекоммуникационную такую систему 4G, это беспроводной шагополосный интернет. В Алжире собираемся строить завод по производству минеральных удобрений, в Африке добывать золото. Ну, много-много проектов. У меня десятки сейчас проектов идут. Кирсан Николаевич, а какой литературой вы в основном интересуетесь? Что вы в основном читаете в самолете? Ну, вот сейчас начал читать «Незнайка на Луне». Вот буквально вчера вот видел. Какой интересный подход у вас. Друзья, дочка его читала. «Незнайка на Луне». Там интересно, Акраса Носов написал эту книгу как бы для взрослых. Я просто открыл для интереса там невесомость, это все. Перед этим прочитал о овцеводство на юге России. Нужно было там строить из шерстомойной фабрики и так далее. Но люблю там Пушкина читать. Ну, что попадется вот, я с полки любую книгу беру там, там, «Онегин» или там «Блаватская» или «Каранта». Ну, или вот «Талмуд» сейчас читает уж интересно. Ну, перечитываем, разницы нет. Что есть, то читаю. А мы знаем, вы несколько раз встречались с Вангой, да? Это правда? Десятки раз, да. Ну, первое, в девяностое втором году она мне... Вы были, да, инициатором? Нет, нет, она сама пригласила там вот... Ей было что-то сказать вам, да? Родственники в Москву, там, с Тойнскими учился, Бойко Цветкова племянница, вот они позвонили, сказали, «Баба Ванга хочет с тобой встретиться». Она сказала, «Младого президента привезите из России». Тогда еще президентом не был, но я был президентом корпорации. Все, и поехал. А сколько вам тогда было лет? 29. Я приехал, и она сразу же сказала там, «Будешь президентом, управлять народом». Я говорю, «Каким народом? Что у меня бизнес там, все народом». Я в Калмыкии вообще не думал возвращаться. И через полгода завод, на котором я работал слесарем, выдвинули меня президента Калмыкии, я набрал 70%. Даже я не думал. За полгода, в апреле 95-го года племянница Бабы Ванги звонит, говорит, «У тебя нормально? А что такое? Уже несколько дней Бабы Ванги кирсан раздвоился, вижу двух кирсанов, двух кирсанов». Я самолет беру, прилетаю к Бабе Вангу, «Что, слушай, она смеется?» Говорит, «Такой ходенький, а на двух креслах сидишь». Я говорю, «Тут на одном тяжело сидеть». И 24-го ноября 95-го года в Париже меня избирает президентом Всемирной шахматной федерации. Кстати, я в истории международной политики единственной был государственным деятелем, который одновременно два поста занимал. Президент республики, президент международной организации. Это уникальный случай. Вы до сих пор продолжаете занимать пост президента Международной шахматной федерации. Сколько лет уже этот пост? 17 лет. Тоже 17 лет занимать этот пост. И неужели до сих пор не было кандидатов на этот пост, чтобы... Ну почему? В позапрошлом году, в 2010 году против меня боролись, претендовали на это место, но мне приятно было. 12-13 чемпионов мира Анатолий Евгеньевич Карпов с Гарри Каспаровым. Они хотели как бы занять этот пост. Перед этим в Турине выборы были миллиардер, голландский миллиардер Бесилкок тоже хотел этот пост занять. А что дает этот пост? Почему все так за него борются? Ну потому что это все-таки на сегодняшний день ФИДЭ это самая крупная международная спортивная федерация по количеству организаций и участников. 175 стран мира входит в ФИДЭ. Около 100 тысяч соревнований мы проводим. Более 600 миллионов играют в шахматы. В 22 странах президенты национальной федерации являются президентами государств премьер-министрами и так далее. То есть это не просто спортивная федерация это политический такой инструмент. В шахмат играют ведущие политики бизнесмены просто вот интересные люди. Поэтому это должность очень интересна. ФИДЭ была создана в Париже в 1924 году и практически за 90-летнюю историю всего 6 президентов ФИДЭ в истории. Я вот 6 по счету. Вот интересно когда вы встречались с Вангой вот она получается два раза предсказала и еще может быть какие-то предсказания которые действительно сбываются. Ну смотрите я с ней встречался первой встречи да интересно было что-то там спросить а потом мы с ней дружили я не относился как к доброй бабушке всегда когда становилось ну просто грустно или скучно я звонил приезжал и мы сидели пили пили виски просто общались даже ни о чем как бы не спрашивали но хочу сказать то что она тут она говорила предсказала действительно она уникальный человек и не случайно где-то в середине 80-х академия наук Бельгии дали ей звание феномен человечества номер один вот через нее кстати я общался с Будой с Магомедом с Иисусом Христосом то есть для нее времени не существовало она спокойно передвигалась то есть была и в прошлом и в будущем то есть она вот так вот двигалась а как вы встречались и то что она предсказывала вот если взять вот за 10 предсказаний вот 8 предсказаний вот один к одному сбылись и даже до сих пор ее сейчас нет живых но по прошествии времени так раз вспоминаю что Ванга что-то говорила сейчас в мире вроде бы как уже появилась вторая Ванга да вы слышали об этом это по-моему маленькая девочка да которой нет и 15 лет ну а говорят что дар Ванги перешел туда я бы не говорил что это уникальное явление оно по наследству не переходит или как это вы в этом уверены да Всевышний да Господь как бы выбирает вот раз решил вот так произошло что вот в тело Бабы Ванги вот такие вот уникальные свойства да были может быть сейчас это французская девочка там или еще что-то но я часто читаю в том же интернете или в газетах вот там наследница Бабы Ванги ну такого нет но если кто-то появится то человечество само узнает Баба Ванга она сама себя не рекламировала а если она пригласит вас вы поедете ну если пригласит интересно тоже пообщаться интересно все то что касается необычного оно всегда это заметно знаете вот просто открываешь вашу автобиографию понимаешь что у вас практически вся жизнь состоит из встреч с самыми такими знаковыми мне кажется людьми людьми вообще во всем мире да интересно вот Баба Ванга была мне кажется в какой-то мере да вашей советчицей да наверное может быть где-то наставницей а вот сейчас есть такие люди в вашем окружении с которыми вам очень важно посоветоваться я бы не сказал что она советчицей никого у меня нет и она не являлась просто интересно было общаться как говорят верь вверх себе верь в своему уму у меня много у друзей астрологов там бабушек там предсказателей и так далее ну я дружу с ними все это вот я иногда их сажаю один говорит все завтра Кирсан не выходи из дома дождь будет второй говорит нет ярко солнце пусть третий там град будет но я так послушаю принимаю свое решение поэтому нужно много вот сейчас вот в нашей жизни много появилось да предсказателей ну надо слушать а поступать по своему потому что ну все как бы наверху определено с одной стороны а с другой стороны вот у человека точка А точка Б да вот это день нашего рождения это день нашей смерти да ну все равно ты как бы ты ни двигался ты все равно в эту точку пройдешь да все равно уйдешь из этой жизни но ты можешь по прямой дойти до этого а можешь вот зигзагами ходить и поэтому Господь Бог дает вот этот отрезок жизни а как пройти это уже от тебя зависит поэтому шагайте смело уверенно по жизни а у вас как жизнь вот у вас как вы по прямой шли или вот так вот зигзагами нет у человека никогда в мире даже вот у математиков спросите прямой никогда не бывает и нет в природе поэтому движение оно всегда же Как вот в шахматах черные-белые клетки, инь, янь, добро и зло, свет и тьма. То есть никогда вот одного направления никогда не бывает. Ну вот вы по натуре своей стратег, но все равно, тем не менее, в жизни складываются разные обстоятельства. Но бывало такое, что вы совершали ошибки, которые вам потом приходилось? Ну конечно, очень часто, особенно в людях очень часто ошибаются. Именно в людях, да? Да, там вот веришь, вот вроде бы все, вот когда бизнесом занимался, доверяешь, потом отвернулся, раз смотришь, и фирму они на себя переписали, там акции забрали, там или еще что-то там брали. Так спрашиваешь, делают вид, что он ничего не знает. Ну оставляешь, дальше идешь, земля круглая, все места хватит. Кирсан Николаевич, ну вы можете позволить себе рискнуть и принять спешное, необдуманное решение? Или таких случаев у вас не бывает? Ну на эмоциях идут это решение иногда, потому что я все-таки год тигра родился, овен, а овны, они эмоционально, импульсивные, они иногда там действуют по эмоциям. И когда, ну, становился политиком или руководителем, я часто вот свои эмоции старался вот сжимать вот так вот, как, помните, вот в фильме Андриана Челентана «Стой, моя милость», когда нога хотела ударить, так вот и здесь вот всегда. Поэтому только контроль, и иногда, конечно, есть вот действия, которые на эмоциях совершаешь. Но в основном это правильные решения были или не очень? Вот сейчас анализирую по прошествии, потом, когда вот совершишь, получаешь шишки, а когда проходит, значит, так должно было случиться. Что не делается, то к лучшему. Вы рассказали, что много работали, да, над сохранением и развитием мира, спокойствия народа Калмыкии. Вот когда вы уходили с высокого поста, что вас волновало? Вот, может быть, вы дали какие-то рекомендации на путствие, совет новому уже главе? Да, главе. Никаких рекомендаций на путствие не дала. Я пошел дальше. По желанию. Да нет, я пошел дальше своей дорогой. Я оставил, самое главное, я не оставил разруху, там, нормальная республика, развивающаяся, там, церкви, храмы. Самое главное, что возродили духовность. Вот можно построить дороги, там, заводы, фабрики, но если человек не будет нормальным, культурным, духовным, то это никому не нужно. Самое главное, чтобы люди на улице чаще улыбались, там, смотрели, чтобы больше добра присутствовало. Ну, в этом создал какую-то позитивную ауру. Дальше, как будет развиваться, это уже зависит от самих людей. Кирсан Николаевич, интересно, вы знаете культуру казахского народа? У меня старший брат женат на казашке из Алматы. Гуля Лукпанова, она училась в МГУ, в аспирантуре, биолог, поэтому там родственники из Гурьева были из Алматы. А сейчас они где живут, в Калмыкии? В Алмате. А, в Алмате живут, да? А вы сейчас, когда приезжаете в Калмыкию, вас как встречают? Как первого президента? За вами же остался статус первого президента Калмыкии? Да, ну я как бы был и есть первый президент республики Калмыкии. Штаб-квартира ФИДЭ, Всемирная Шахматная Федерация, находится и в Швейцарии, и в Греции, и также в Москве, и в Калмыкии, в Элисте, там работают люди. Ну, приезжаю нормально, никогда там известной болезнью не страдал. Я всегда без охраны, даже когда занимался бизнесом в 90-е годы, когда президентом был, у меня никогда не было охраны. Ну, я думаю, что сколько суждено прожить, столько проживем. Как бы ни охранялись, все равно, президент США, например, Кеннеди был, как ни охранялись, все равно. То есть вы, когда даже президентом были, у вас не было охраны? Не было охраны, я часто пешком домой ходил с работы, там, домой, там, на работу, и нормально, ну, помощник был со мной, потому что люди там с просьбами, там, идешь, там, письма передают, еще там что-то. А так нормально ходил, сейчас спокойно приезжаю. Я же первый отменил мигалки, я сидел в кабинете у себя, когда президентом Калмыкии был, смотрю, мигал, там, что-то там, спецсигнал, спецсигнал. Ну, помощника спрашиваю, что такое там, это министр труда проехал, это там депутат парламента. Работать не дают. Я говорю, знаете, заберите все мигалки, и у меня тоже заберите. И всегда на светофорах останавливался. Вот сейчас именно такие политики на Западе очень модные, да, они все стараются на велосипедах. Чем ближе к народу, тем как-то, тем популярнее. Да нет, нет, это тоже не нужно, дешевый популизм, если проблемы безопасности, все-таки президент есть президент, потому что через него проходят важнейшие документы, это национальная безопасность и так далее. Я не рекомендую, когда вот я бываю в горячих таких точках в Москве, но я отказался от нее, там, все. А мне вот интересно, какие у вас сейчас отношения с новым старым руководством России, Российской Федерации? Очень хорошо. Вы дружите и с Медведевым, и с Путиным? И они помогали республике Калмыки. Не приглашают снова в команду? Нет, были предложения сразу в 2010 году, но я сказал, пока я как бы сам по себе, и очень много проектов. Ну, Россия одна из 175 стран мира, входящих в ФИДЕ, Всемирушах Федерации. У меня очень много международных проектов, поэтому у меня как бы статус такого, как бы, ну, независимого человека мира. Ну, больше всего времени в какой все-таки стране вы проводите? То есть, ваш самолет постоянно летает, но где-то он на недельку хотя бы останавливается? Нет, вот, я говорю, там не Латинская Америка, а Азия, Африка. Ну, сегодня мы сидим, завтра я уже буду в Словении, в Европе, да, там встреча будет, лауреата в Нобелевской премии мира, там интересное будет встречание. А с кем вы путешествуете, вот путешествуете, работая, да, получается, кто вас сопровождает? Один. У вас семей не скучается своей? Ну, как, нет, ну, такого у меня нет чувства, ну, как некогда, скучать, а с другой стороны, что скучать, взял по телефону, позвонил, поговорил. Расскажите нам про свою семью, сколько у вас детей? У меня сын, он учится сейчас в Америке, в Майами, супруга дома. Кирсан Николаевич, ну, вот полеты с одной точки мира в другую, это ведь тоже большая физическая нагрузка, вот вы ощущаете? Ну, конечно, тяжело, потому что... С 5 тысяч метров, там радиация 50 раз увеличивается, это же не просто взлет-посадка, да, а это же разные часовые пояса, я помню, в прошлом году, кажется, у меня там разница в температуре 80 градусов. У меня встреча была в Центральной, в Центрально-Африканской республике, там плюс 40 или 45, и потом я перелетел в тот же день в Ненецкий автономный округ, это Заполярный круг, а там минус 40. И вот в течение одного дня, да, вот 80 градусов, это же бьет по организму. Ну, у вас хватает времени уделять вниманию вашему здоровью? Ну, специально не занимаюсь, вот играю в шахматы, когда на голове стою. А сколько вам лет, если не секрет? Вот, я в год тигра родился же. 50, да? Вы себя кем видите в ближайшие 10 лет? Довести количество играющих на планете в шахматы до 1 миллиарда, вот я сейчас вот... Вам уже в Китай-то вы сразу ехали. Вот как раз провозгласил, 1 миллиард умных людей, вот сейчас 600 миллионов, вот довести до 1 миллиарда. Почему? Потому что нужно как можно больше думающих людей на планете, ну, чтобы нормальные решения принимались. Вот сейчас войны, конфликты, там, финансовые кризисы не из-за того, что не хватает нефти, ресурсов или финансов, а из-за того, что много дурных, ненормальных политиков, которые принимают неадекватные решения. Чем больше людей будут играть в шахматы, значит, думающих, тем больше это критическая масса, из которой будут люди попадать, становиться депутатами, министрами, президентами, королями, мэрами, пэрами и так далее. Значит, количество неправильно принятых решений будет уменьшаться. Значит, мир, спокойствие, благоденствие наступит на земном шаре. Вот мне интересно, вы всегда такой спокойный, такой... Мне кажется, у вас такой контроль всегда, вот вы держите себя в какой-то определенной форме. Вот как вы расслабляетесь? Я же говорил, я же овен и тигр, вот если кто-то увлекается восточным гороскопом. Ну, как расслабляюсь, сплю. Ну, сплю мало, вот как бы работаю. Ну, сколько вам нужно для того, чтобы выспаться? Четыре часа. Вот я как вот ему поступил, да, вот японский язык я взял, и там же иероглифы нужно изучать, 80 тысяч иероглифов. И так перешел на режим, где-то 3-4 часа достаточно. Когда стал президентом Калмыкии, у меня не было ни одного выходного дня, ни одного отпуска, ни одного больничного. А как вы приходите в себя? Это же очень тяжело. Четыре часа мне, например, как минимум восемь часов нужно. Смена деятельности, то есть там час позанимался бизнесом, час позанимался политикой, час там позанимался общественной деятельностью, там благотворительно. А себе уделяйте время вот просто расслабиться, я не знаю, сходить там в спа, на дискотеку, знаете, с друзьями встретиться? Нет, а самое главное определить, что такое я, да? Что для того я, что для того эго нужно, чтобы расслабиться. Ну, там, если ребята приглашают, то, конечно, там на дискотеку можно зайти, там в ночной клуб можно зайти, там или там в музей пойти, в библиотеку пойти посетить. Разницы нет. Главное, чтобы внутри комфортно чувствовал. Вот три гармонии, да, у человека должно быть. Это гармония внутри, гармония с окружающим и гармония вот с Всевышним. И самое главное, чтобы гармония внутри. И даже если вокруг там снаряды, пули будут, если ты внутри спокоен, то ты сидишь, балдеешь очень хорошо и радуешься сидишь. Самое главное, чтобы внутренняя гармония была. Вы еще увлекаетесь футболом, да? Да, играл в детстве футболом, потом был владельцем и президентом футбольного клуба «Уралан», который был чемпионом России, играл в высшие леги. Наш футболист Алексей Смертин играл за Челси, был капитаном сборной Российской Федерации. Было такое. Но все-таки вы выбрали шахматы, да? Нет, и бокс тоже. Я вот и люблю и бокс. Там 10 лет назад создали Международную Федерацию. Шах-бокс объединили. То есть шах-бокс. Две минуты боксируешься, потом спускаешься, играешь в шахматы, потом поднимаешься, снова боксируешься. Кстати, если войдете на сайт шах-бокс, то есть в каком-то, вот вы видите, тоже, как я, там боксирую. Это есть, да, в мировой практике? Или это было ваше новшество? Нет, там ребята сами в Германии создали такую федерацию. Поэтому мне нравятся все виды спорта. Сейчас в бадминтон играю. Интересный спорт. Ну, потому что президент России Дмитрий Анатольевич Медведев сделал обращение, что бадминтон развивает умственные способности, глазомер и так далее. И вот я взял ракетку и пошел играть в бадминтон. Интересно. Для вас важно, чтобы вам верили? Нет, не важно. Лидер никогда не должен оглядываться назад и смотреть на толпу. Если ты лидер, если тебя избрали, ты должен идти вперед и принимать отношения. Ответственность и все. Ты иди. Почему я когда был президентом, я никогда не читал ни газет, ничего. Я не обращал внимания на общественное мнение. У меня не было пиар-службы, которые там заботились о прическе. Что я скажу, как выгляжу, кому руку пожму и так далее. Это лишнее. Если ты лидер, ты иди вперед, делай свое дело, что тебе Господь Бог и что тебе судьбой намечено. Иди. А потом история разберется, прав ты или неправ ты. Это очень интересный подход. Потому что, как правило, политики, они же очень болезненно относятся. Они читают комментарии, смотрят, сколько их там в гугле. Если она гуглит, то вас, получается, абсолютно не интересуют комментарии в интернете, что у вас говорят. Я не знаю, даже как компьютер включается. Общественное мнение вас вообще не волнует? Нисколько не волнует. Если кто-то скажет, что Кирсан Ильмжинов поступает неправильно, для вас, получается... Меня не интересует ни мнение моих родителей, ни мнение моих детей, ни мнение близких, окружающих, помощников, президентов, пэров, мэров. То есть, вы знаете, как вы не говорите, есть одно мнение. Я прав, я всегда прав. Да, ну ты должен, прежде чем ты сказать прав, ты должен обдумать это решение и двигаться вперед. Кирсан Николаевич, а ваш сын, он такой же, как вы? Нет, он спокойный, он, наоборот, тяготится, вот как бы, вестности, он даже вот в Америке, вот даже ректор университета, его он даже не знал, что... Что он ваш сын, да? Кирсан Николаевич, мне интересно, как вы воспитываете своего сына, потому что вот вы его балуете, то есть, он на вашем полном обеспечении, сейчас пока студент? Никак не воспитываю, ничего не говорю, так же, как и воспитывали меня родители, они никак не воспитывали, мы были предоставлены сами себе. Я курить начал в пять лет, ругаться начал в пять лет, я в детский сад не ходил, вот, до первого класса баловался, в первом классе, когда получил двойку, мне стало стыдно, самому стало стыдно, я зажигалку, которую мне отец подарил, подарил своему другу Батру, вот, и со второй четверти первого класса у меня не было ни одной текущей четверки, но я золотую медаль в школу закончил, а прекратил сквернословить в первом классе, потому что, ну, как-то стыдно стало, меня вот учительница отругала, поэтому я сам набивал шишки. То есть вы сами себя воспитывали? Да, воспитывали, и также нас так родители не воспитывали, и я не воспитываю своего сына, он как рос, ну, самое главное, ты гены передал, потому что мы как бы выбираем детей, а дети выбирают нас, то есть они как бы с космос присланы, они вот временно в утробе матери находятся, а потом как заложено, в нем чип заложен, вот суждено ему гением быть, или еще кем-то так вот суждено, и он сам по себе идет. Самое главное, вот, плохому там не учить его, там, курить или еще что-то так, а так сам он пусть вырастет и идет сам по себе. Поэтому мой принцип такой, не воспитывать, ну, а общество государства, оно должно воспитывать условия, там, шахматы в школах и так далее. А родители должны предоставлять максимум возможностей как бы действий для своего ребенка. Кирсан Николаевич, что главное и важное в достижении успеха для человека? Вера в себя. Если ты веришь в себя, если у тебя внутренняя гармония, самое главное верить в себя. Если веришь в себя, все достигнешь, но самое главное определить, чего ты хочешь достичь. Или купить дом в Майами, или как индийский гуру йогу сидеть, и в день чашка риса и стакан воды, этого достаточно, и они счастливы. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня. Я хочу сказать, что у нас сегодня в студии был удивительный человек, который встретился, наверное, с самыми удивительными людьми на всей нашей планете. Не только на нашей планете, но и даже с инопланетными существами. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был Кирсан Илюмжинов. Смотрите нас каждый четверг на телеканале «Астана» в 23.00. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова